Дмитрий, я продавец-консультант официального директорного центра Kia Allianz Motors город Чебоксары. Сегодня на тестовой поездке у нас новый Kia Carnival. Это абсолютная новинка. Обратите внимание, в этой модели уже воплощена новая идея в решетке радиатора. Вообще автомобиль привлекает с первого взгляда, благодаря мощной решетке радиатора и фарам, заходящим на боковину. Данная модель оснащается двумя типами двигателей. Новым дизельным двигателем 2,2 литра семейства SmartStream и V-образной шестеркой 3,5 литра. В этом автомобиле остались все те же самые интеллектуальные ассистенты, что и Kia Sorento, так как это на одной платформе делается автомобиль. И с точки зрения безопасности он получил все те же самые ассистенты DriveWise. Есть удержание в полосе системы контроля слепых зон и помощи застояемых водителя. Но более того, есть еще и инновационные опции в Kia Carnival. Это интеллектуальное открывание дверей передних, боковых и задней крышки багажника. Она открывается как с ключа, так либо с нажатия в салоне. Плюс в ночное время здесь есть подсветка для выхода удобного из автомобиля. Обратите внимание, что второй ряд сидений, данная у нас комплектация имеет семиместный салон. Регулируется полностью продольное перемещение кресел. Есть возможность, также если внутри обратить внимание, режим релакс. Можно будет полностью опустить сидение и здесь поднимается подпорочка и в дальней поездке будет максимальный комфорт. Также полностью можно закрыть либо с нажатия на брелке, либо на двери. Двери закроются. Что касается багажного отделения, здесь довольно-таки внушительный объем. Любой мини-бэн позавидует. Даже со сложенными сидениями, готовыми к поездке. 627 литров. Если же сложить третий ряд сидений, будет 2905 литров. Обратите внимание, сюда любой чемодан легко загружается благодаря низкой посадке. Сидения можно более того сложить, если они вам потребуются. Оба. И здесь уже полноценный будет фургон у вас. Что касается оснащения, есть варианты оснащения салона как с тканевым, так и с кожаным салоном. Я думаю, дальше стоит нам прокатиться, попробовать уже автомобиль вживую. Ну, пойдемте. Продолжение следует... Что касается мультимедийной системы, здесь у нас полностью цифровая приборная панель. Здесь также есть навигация и камера заднего вида. Если в дальней поездке у вас будут пассажиры монолетние, можно будет включить камеру заднего вида. И полностью посмотреть, кто, чем занимается. В ночное время здесь будет камера ночного вида в черно-белом цвете. Мы ее оставим? Как хочешь. Так, ну, предлагаю тогда попробовать эту машину вживую движение. Ну, первое, что, конечно, ощущаешь за рулем этого автомобиля. Нет такого впечатления, что ты сидишь за рулем какого-то автобуса. Больше похоже на какой-то премиальный кроссовер. Настолько она легко едет и плавно преодолевает. Вот сейчас лежачий полицейский был. Просто не ожидаешь, да, такого крупного автомобиля. Такой легкости. Есть возможность выбора режима движения. Drive Mode Select. Также можно менять прямо на ходу. Эко, спорт, смарт, комфорт, какой захочет водитель. Что касается аудиосистемы, в этом автомобиле она премиального качества. Стоит Боус, 12 колонок. Можно будет в дальней поездке ограничивать. Если какой-то из пассажиров на заднем ряду у вас заснет, можно сделать так, что звук до него не будет доходить, столько будет на передней, передней части автомобиля. Можно обратить внимание и на два люка. Они тоже управляются с водительского кресла. Можно посмотреть здесь и здесь. Второй ряд не заскучает. Более того, управление климатом тоже доступно второму ряду. Здесь, в боковине. И, что немаловажно, для каждого пассажира в этом автомобиле будет доступ к какой-то беспроводной зарядке. Обратите внимание, в USB-ф код, зарядка везде есть. Включает даже розетку 220. Очень удобно, если вы сможете показать цифровую панель при включении поворотника. Обключает камеру. Можно посмотреть все слепые зоны. Возвращает камеру. Какие комплектации существуют? Комплектаций тоже очень много Все зависит от предпочтений покупателя Начиная от тканевого салона Заканчивая уже кожаными салонами Вообще в начальных комплектациях Будет салон с 8 местным исполнением Здесь у нас максимальная комплектация Здесь 7 местная Так как на втором ряду будут 2 командистых кресла Так называемых функциями RELAX С индивидуальными подлокотниками Все очень легко управляется Опять же, если камера какая-то потребуется Задний ряд показать Будет постоянно включен Можно будет проверить, посмотреть И все опять же приближается Если на третьем ряду будет, допустим, маленький ребенок сидеть Можно смотреть за его состоянием Спит ли он, не спит А как здесь вам можно для продвижения? Машина очень хорошо вознащена Как я уже говорил, функциями DriveWise Это и ассистент остановки Перед препятствием автомобиля Удержание в полосе есть Соответственно, если вы по какой-то причине Отличетесь от дороги То автомобиль сам самостоятельно подруль Опять же, сейчас вот она сигнализирует То, что в слепой зоне у нас есть автомобиль Мы его как раз могли увидеть Машина сигнализирует звуковым сигналом И на зеркале загорается красная лампочка Есть система кругового обзора Так как автомобиль не маленький При парковке будет удобно использовать Эту систему кругового обзора Мы в движении можем задействовать камеру задней вида Если при включении задней передачи Появится уже как имитация Сверху, с любой стороны Можно будет отдельную камеру включить Но это ближе уже, когда при парковке Я вам продемонстрирую Расход какой здесь? Расход в зависимости от двигателя Если рассматривать дизельный двигатель То 6,5 литров Если рассматривать бензиновый То средний расход будет 10,3 Опять же, можно будет, соответственно, варьировать Если от предпочтений конкретного водителя Какой он режим движения выберет И его стиль вождения А как этот автомобиль показывает на длительных поездках себя? Я думаю, это как раз его основное преимущество Это длительные поездки Так как у такого большого и комфортного салона В модельном ряду Не только Kia, вообще и у конкурентов больше нет Это не то, чтобы даже минивэн Это как что-то новое Это кроссвэн Здесь и хороший внушительный дорожный просвет В автомобиле 182 мм Можно будет даже заехать Какую-то, не знаю, если вы поедете на природу Но свободно, да, это вам позволит Есть, соответственно, и интеллектуальный круиз-контроль Можно будет активировать его, да? Он полностью сможет одержать дистанцию Скорость перед идущего автомобиля Чтобы получить максимальный комфорт На дальние расстояния Ну, опять же, он очень хорошо управляется Даже если мы сейчас посмотрим Нет ощущения, что ты каким-то вообще крупным автомобилем управляешь Такое ощущение, что ты на обычном легковом автомобиле едешь Только он просто в управлении А что по наличию в салоне? Придолго ли приходится ждать, если, например, нужно заказать автомобиль? Вообще все зависит тоже, опять же, от выбранного и комплектации цвета Какой нужен клиенту Но этот автомобиль, я бы сказал, очень такой дефицитный Очень выражает даже спрос на него Не так их много в наличии Если действительно покупка актуальна, то не стоит Лучше поторопиться Да, лучше поторопиться По крайней мере, оставить заказ на автомобиль Да, у единственного официального делеского центра Ки Это город Чебоксары, Альянс Моторс Улица Автомилисов, дом 1 Не затягивайте, да, если автомобиль вам интересен Можно прийти, попробовать прокатиться И проверить мои слова уже в деле Да, убедиться Пробные поездки, они доступны в любое время С понедельника по воскресенье без выходных А что по скорости? Какую скорость он развивает? Вообще, до 100 км в час Мне кажется, больше всем интересно будет До 100 км в час Дизельный двигатель будет разгоняться за 10,7 секунд Бензиновый будет разгоняться за 8,5 секунд Заявленные показатели Я считаю, что для такого крупного автомобиля Это очень хороший результат Опять же, мы в кольце входим В такую большую машину Она спокойно входит в поворот Управляется одной рукой без проблем И очень мягко Вот для менялик пассажира Плюс ко всему, на втором ряду сидений В этой комплектации есть и вентиляция сидений Где она? Она включается от пассажира? Да, вот тут на двери, да? Да, там есть сзади кнопочки Интересно Да, я уже чувствую Да, она более того, чем быстро Начинает охлаждать сидений Вот еще такие удобные подстаканники Не только для водителей, но и для пассажиров Здесь не только подстаканники, но и всякие всевозможные USB-коды Для зарядочки, да, для любого гаджета в дальней поездке Абсолютно для каждого пассажира Более того, и настроить сиденье можно под себя На пассажирском, что далеко не везде встречается Да, здесь, кстати, о чем я уже говорил Есть возможность режима релакса Как раз вот в этой комплектации Два кресла не полностью раскладываются Как в полу-лежащее положение В дальней поездке даже можно будет комфортно поспать Правильно дело, нужно нажать на кнопочку просто? Да, здесь есть с правой стороны Это у другого кресла Для твоего кресла, да, в твоей справа А, то есть нужно сидеть, да? Да, там нажимаешь И можно будет опустить И есть еще дополнительный электрорегулировка у тебя Главное полное спинка Ну, этим я что-то неправильно делаю Наверное, просто тебе неудобно снимать и регулировать Да, но особо не надавишь Но мы сейчас остановимся и все покажем Можно будет вот так опустить Вот, соответственно, обратите внимание Даже я не держу руль руками Если автомобиль будет выходить Из своей полосы заданной Он автоматически подрулит На руль можно обратить внимание Ну, подрулливаю Я также не управляю автоном Если я по какой-то причине отрекусь Не знаю, блок станет Подрулев Полностью Будет держать его полосы Ну, изоляция здесь отлично Очень тихая машина Как раз мы уже подъезжаем к детскому центру И сможем продемонстрировать все функции Да, при парковке Это систему кругового обзора Опять же Машина не маленькая И удобно будет этими функциями С ним пользоваться Да, если какие-то узкие дворы будут Ну, дайте внимание, да? Здесь еще картиночку дорисовывают Это вид сверху Более того, можно будет Какие-то камеры переключать Смотреть По необходимости Дмитрий, все-таки покажите Я подойду Здесь можно будет переключать Тоже передвигать сиденье Перед-назад Либо здесь Продольное перемещение Здесь есть кнопочка Можно будет складывать Да, сейчас мы находимся А, вот, да Движение пошло Да, в полунижачем положении Здесь будет, соответственно, максимальный комфорт Если опустить подлокотники Будете себя комфортно чувствовать В дальних поездках Большое спасибо вам, Дмитрий Спасибо за внимание Всем пока Большое спасибо До свидания До свидания